Добрый день! Сегодня новая лекция с практикой по объектно-ориентированному логическому программированию. И, так скажем, добавляя материал предыдущей лекции, я вам покажу, что я хочу реализовать. То есть изложить материал, связанный с объектно-ориентированным логическим программированием. На основе какого-то более-менее современного примера. На экране видим чертеж, схемы реализации типичной архитектуры. Model Dream Architecture, который по-русски переводится как архитектура или проектирование программных систем на основе преобразования моделей. То есть модельно-управляемый подход, так называемый. В прошлый раз мы реализовали часть вот этого блока, Platform Specific Model, то есть программный код, он генерируется на основе некоторой модели. У нас в качестве модели выступал объект LogTalk, который содержал последовательность, не совсем, так скажем, правильная, но содержал последовательность элементов для построения класса питона. А вот откуда берется эта последовательность? В предыдущем примере мы ее реализовывали вручную. То есть говорили, вот так у нас будет класс называться, будет наследовать там Object, в нем ничего не будет, кроме определения класса. Вот и потом на Прологе, на Локтоке мы написали генератор набора линий, из которых потом формировался текст. Это вот Platform Specific Model, то есть модель, ну скажем, информационной системы, учитывающая платформу, ну то есть на каком языке реализовываться. Это информационная система будет, какие классы, например, отображаются при помощи URM в кортеже базы данных. В общем, все эти нюансы уже в этой Platform Specific Model учтены, за исключением того, как генерировать из них код. То есть в первом приближении можно их взаимоотношения, то есть между кодом и PSM, выразить, что PSM это такое представление программы, из которого при помощи алгоритмов, ну или простых шаблонов, можно сгенерировать программный код. Вот, а откуда берется Platform Specific Model? Она берется из Platform Independent Model, то есть модель информационной системы, ну или программной системы, или кого-то протокол. Например, не учитывающей то, как происходит реализация. Ну то есть на каком языке нужно ли там объектно-ориентированное программирование, нужно ли базу данных использовать. И вот, собственно, Modern Dreaming Architecture преследует целью создать такую технологию, которая позволяет при помощи различных графических дизайнерских программ реализовывать программное обеспечение. Сейчас вот еще популярность набирает такой подход, называется No Programming. Но он немножко отличается тем, что, точнее немножко, а довольно сильно отличается тем, что в No Programming он аналогичен конструктору Lego, то есть там есть отдельные компоненты, и из этих компонентов по определенным строгим правилам можно, значит, создавать приложения. Причем вот эти приложения, они, как правило, приложения веб. Вот, и, соответственно, есть некоторый фиксированный набор этих компонент, фиксированный способ. Ну, по умолчанию, понятно, что там, скорее всего, есть какие-то возможности программирования веб, ну, то есть в JavaScript или там какая-то серверная часть. Также может быть реализовано. Сделал немного путише. Вот. Здесь же рассматривается некий обобщенный подход. Наиболее, ну, наиболее очевидна его полезность в использовании, это разработка информационных систем. То есть очень много времени, ну, примерно 30% тратится на проектирование таких вот классов, структур данных, связанных с базой данных. Вот. И удобно было бы, скажем, при помощи UML, то есть при помощи диаграммы классов, диаграммы объектов, диаграммы состояния. Тут что-то я и не вижу почему-то. Может быть, где-то выше здесь. На более абстрактном уровне используется. В общем, вот вся совокупность различных моделей, способов идентификации конкретных объектов и классов этих моделей, а также инструментарий, позволяющий реализовывать вот эти процедуры трансформации автоматизированные. Причем эти процедуры трансформации, они трансформируют абстрактную модель в более конкретную, то есть к ним еще нужно, то есть нужно, чтобы эти процедуры трансформации содержали в себе описание какое-то, ну или в виде декларативном, там, либо в виде алгоритмов преобразования, наложение вот этой вот специфики, связанной с платформами. То есть описание платформы, например, можно как-то сюда добавить. Ну, то, что это язык, например, Python, язык, при помощи которого реализуем нашу информационную систему. И использовать будем, например, библиотеку SQL Alchemy для представления отображения в религиозной базы данных. Или там Django, например. Либо это Java с Cybernate. Ну, в общем, идея, я надеюсь, понятна. Ну, и естественно, им кажется, что такие достаточно абстрактные вещи удобно делать на языках высокого уровня абстракций. Ну, в частности, тот же самый ProLock и Locktop. Вот, что касается вот первого уровня, да, это CIM, расшифровывается он как Computationally Independent Model. Значит, вот в PIM, в PIM у нас уже есть некоторая информация о том, как наши объекты взаимодействуют. Ну, например, что у нас есть отель, какой-то класс отель моделируют. В отеле есть, например, стойка регистрации. Есть постояльцы, которые прибывают, убывают, регистрируются. Ну, то есть здесь есть некоторое уже понимание концепции объекта, какие-то над этим объектом операции выполняются, ну, то есть методы какие-то. Просто непонятно, на каком языке они реализуются, да? Ну, не задаются. А Computational Dependent Model – это в большей степени все-таки моделирование по самой предметной области. Вот, на этом уровне как раз очень удобно использовать семантический веб. То есть здесь, на этом уровне взаимоотношения устанавливаются между сущностями. Ну, что там, объект, отель включает в себя стойку резервации. Стойка резервации там чего-то там состоит. Есть некоторые ограничения, которые должны выполняться во время жизни объекта. Вот. В Институте динамики системы теории управления в городе Иркутск защищено уже две диссертации. Одна кандидатская, одна докторская. На тему как раз вот этих преобразований CIM, PIM в PSM. В рамках, правда, разработки экспертных систем, то есть интеллектуальных систем, основанных на формализованных знаниях. Слово «формализованные» я от себя добавляю, потому что иногда, когда делаешь доклад на каком-нибудь симпозиуме предметников, в меру геологов, да, о внедрении экспертных систем, обычно задают вопрос, как вы так можете говорить, что только вы используете знания, то есть системы, основанные на знаниях. То есть геологи тоже пользуются своими знаниями. Вот поэтому я решил добавлять слово «формализованный». В общем, изобирая вот эту первую часть, еще раз повторю, что Computational Independent Model, то есть вычислительная независимая модель, она в большей степени описывает предметную область. Вот, часть платформы независимой модели можно тоже автоматически преобразовать. Вот, причем, не обязательно говорить, типа, при преобразовании только вот в одну сторону, то есть Model-Driven Architecture — это важный момент, вот, но иногда некоторые вещи из CIM удобно выражать внутри платформы Independent Model. Вот, вот это представление, или там, способы представления модели на этом уровне, они сейчас более выраженные, продвинутые, что ли, удобные, ну и уже как бы временем проверенные. Вот, платформа, платформа независимая модель при помощи трансформации в контексте, как раз описание платформы реализации преобразуется в платформу зависимую модель, модель, и она уже, в свою очередь, потом уже преобразуется в программный код. Так что эту часть мы в очень простом варианте реализовали, может быть, мы ее будем дописывать. Вот, теперь займемся вот этой частью. И в качестве входного инструментария, то есть входных моделей, мы будем брать модели, порождаемые вот таким вот редактором, который называется Modelio. Это один из открытых редакторов UML-диаграмм. Он немножко навороченный, ну, для первого использования. Можно, в принципе, брать любой редактор, который поддерживает экспорт моделей в формат XMI. Ну, желательно, может быть, последней версии. XML-metadata-interchange. Значит, XMI основывается на XMI. Ну, тут пример на экране выдаю. Значит, на самом деле, это такая, скажем так, иерархия множеств. То есть вот есть понятие модель. Я вот просто возьму вот этот текст немножко, его, так скажем, восприму, что ли. В общем, суть в том, что вот есть набор объектов, да, вот XMI-content, да, то есть там есть, может быть, ну, внутри этого контента может быть несколько моделей. Внутри нескольких моделей может быть там несколько namespaces. Ну, и, соответственно, там различных внутри namespaces есть классы, набор. То есть вот задается некий класс, потом еще один класс можно сдать. То есть это такая иерархия множеств получается. То есть ничего не особо сложного нету в этой модели. Значит, каждый элемент, у него задается XMI-ID. Как правило, он синтетический. То есть он локально, ну, то есть в контексте там namespaces моделей самого файла, он локально задает индивидуальные какие-то объекты. Ну, например, у класса есть атрибут, да. Вот он задается, его идентификатор атрибута там A1, A2, A3. Имеется в виду, что как сущность. В этой сущности есть имя, есть visibility, да, правило. То есть на каком уровне данный атрибут виден с точки зрения использования класса. У класса тут могут быть всякие разные дополнительные атрибуты. Является ли он абстрактным, можно ли из него порождать, или нельзя экземпляры. Является ли он корневым классом или листовым. В общем, вот эти атрибуты внутри класса, они задают свойства нашего класса. Ну, у класса не только атрибуты есть. У него еще есть операции, оперations, но это методы. Помимо классов внутри namespace, ну, в качестве namespace может быть пакет Java, да, выступать. Могут быть ассоциации, associations, то есть связи. Ну, если вот вдруг кто не в курсе, давайте умеем класс диаграмм посмотрим. Пример какой-нибудь. Я вот сходу попытаюсь найти диаграмму классов. Ну, вот, кстати, новой вкладки открыть это изображение. Побольше сейчас сделаю. Есть понятие контур. У него есть приватный метод length, ну, это visibility, правило, да, вот этот минус обозначает. Вот. Есть два... две операции, причем они паблик операции. Видите, два плюса стоят. Вот пример. Это абстрактный вариант представления класса. Этот как раз, скажем так, на уровне больше платформ independent model, да. А это платформ специфик. То есть тут уже тип данных накладывается. Дополнительный. Вот это взять длину, это установить длину. Сейчас попробуем найти какой-нибудь пример с ассоциациями. Ну, вот примеры ассоциаций различных. То есть ассоциация, это какой-то... Один класс имеет какое-то отношение к другому классу. Это непрерывной линией в E-mail обозначается ассоциация. Ну, в каком-то смысле прямая. Например, если мы рассматриваем ER-диаграмму, она полностью, кстати, anti-tirlation ship поглощается диаграммой классов. Там немножко по-другому представление, но совсем немножко. Так вот, отношение между таблицами, да, или сущностями, диаграмме сущной связи вот обозначается в данном случае такой вот непрерывной линией. То есть в результате этих отношений, в результате преобразований там по шести правилам, мы можем строить уже конкретные таблицы и синтезировать набор атрибутов в этих таблицах. То есть это прямая ассоциация, будем так говорить. Наследование, то есть такой вот треугольный пустой, реализация, ну вот данная сущность может быть интерфейсом, вот, а эта сущность, это некоторые компоненты, которые реализует этот интерфейс, компонент на архитектуре. Значит, зависимость, dependency, это в каком-то смысле, то есть вот ассоциации обозначены штрихами, ну, линией штриховой, тирешками, они говорят не о прямой, не прямое отношение, то есть, скажем так, один объект, его реализация зависит от реализации другого объекта, что на самом деле не очень хорошо, но тем не менее есть такая конструкция. Либо там use case диаграмме одна функция включает в себя другую функцию, либо там одна функция является частным случаем другой функцией. также есть ассоциация агрегация и композиция. Значит, агрегация, не знаю, надо вам это или нет, но так расскажу. Агрегация говорит о том, что вот этот объект является частью вот этого объекта, но не обязательной частью. Вот, а композиция это обязательная часть, то есть вот этот объект, если он не состоит из каких-то других объектов, то он и не существует. Например, человек стоит из головы рук-ног, если ему руки-ноги поотрубать, вроде как и человек получается. Ну, то есть тут на самом деле спорно, конечно, не очень хороший пример, но тем не менее идея примерно понятная. Ну, вот, парочка примеров. Есть два подкласса и они являются специфическим вариантом суперкласса. Это у нас было отношение специализе, да? То же самое вот другой пример. То есть можно так изображать, да? Можно изображать так, объединяя в общую линию. Да, у каждой ассоциации есть еще множественность. То есть один к одному, например, да? Там один к ноль или более. Это необязательное отношение в ярмаре диаграмме. Это M. Это, по крайней мере, одно. ОДРОВЕТ это интересный такой вариант ассоциации. Значит, здесь важен порядок, к какому следуют объекты. Предположим, вот в этом классе элементы вот эти обозначаются как элементы массива или вектора. То есть у них есть определенный порядок. А эти же они вот эти вот два, ну даже три. Здесь порядок не важен, то есть вроде как какие-то множества. Ну вот вариант представления реализации. интерфейс, ну в смысле Java там, либо компонентная какой-то архитектура. И вот Person реализует этот вот интерфейс. То есть прямого отношения они не имеют за счетом того, что объекты Person можно подставлять в объекты переменные обозначенные интерфейсом Owner. Ну да, вот пример агрегации, да, то есть у нас есть заявка какая-то, да, и у нас стоит из каких-то элементов заявки. Может быть пустая заявка, то есть декларация о намерении. Ну а если же мы например накладное выписали, товар, то по крайней мере одна строка там должна быть накладной. Поэтому там был бы вот этот вот ромбик заштрихованный. Вот элемент, ну да, кстати, может поподробнее эту схему рассматривать. Вот у нас есть потребитель, какой-то у него имя, адрес, местонахождение. И у этого потребителя есть набор вот этих вот запросов. Ну это счет, вообще по-русски называется. Причем может быть и ни одного, да, потому что здесь ноль стоит. Ну то есть он только-только, например, свою организацию создал и еще не сделал ни одной операции. Ну, не знаю, на фондовом рынке ничего не покупал еще. Вот в нашем запросе в счете есть набор элементов какой-то, да, то есть он, например, он покупает малоценный какой-нибудь быстро изнашивающийся инвентарь, да, то есть ручки, там, бумага, вот эти все позиции, они выражаются вот этим order detail. Скажем так, этот order detail, ну тут грубо, так скажем, интерпретируя, мне кажется, не совсем корректно вот эти multiplex эти расставлены. То есть есть некоторый склад, мы на этом складе хотим закупить вот эти ручки и бумагу, да, получается. Вот что тут еще интересное есть. Есть оплата. Значит, оплата, я так понял, можно сделать оплату счета по частям, но по крайней мере одна должна быть пройти, чтобы хотя бы часть из этого счета можно было поставить потребителю. Значит, варианты оплаты какие могут наследования в обратную сторону по отношению к этой стройке стрелки обозначается. То есть можно наличными, можно кредитной картой либо кредит взять, не знаю, что тут конкретно значит здесь, либо чеком каким-то. Ну, кое-что тут я не согласен по некоторым. Ну, может быть, что-то я там до конца не понимаю. В общем, суть в том, что разрабатывая вот этот модуль древнин аккетекча, мы больше времени тратим, или некоторое время достаточно большое, на как раз рисование вот таких вот моделей. Опыт довольно интересный есть. То есть в начале 2000-х годов нам предложили разработать систему популяционный раковый регистр Иркутской области. Заранее поняв, что работа будет непростая, то есть был закон, достаточно детально описывающий структуру предметной области, но не совсем понятно было, как она на самом деле реализуется. Вот мы как раз придумали в 2003 год новую для нас технологию порождение из таких вот диаграмм различных подсистем, информационные системы. В диаграмме у нас было, если бы не соврать, порядка наверное 80 классов, то есть очень-очень большая диаграмма была, там даже были такие подразделы этой диаграммы, то есть были справочники например отдельные, были разные варианты людей, то есть медицинские работники, пациенты, люди в принципе что-то вроде такой конструкции. В общем довольно большая диаграмма была, и из нее мы порождали примерно 18 различных подсистем. Ну на вскидку там у нас были формы для диалога, формы ну так называемые формы для импорта данных, ну то есть была такая синтезирована xmail конструкция, которая опять же для нее была синтезирована из ICI процедура импорта этой конструкции и записи в базу данных опять же сгенерированную по модели и вот это вот преобразование из платформы independent платформы специфика она так же автоматом реализовывала у нас Object Relational отображение вот пять штук на вскидку было там же были внутренние объекты самой информационной системы части различные подсистемы генерации отчетов вот в общем достаточно много лукополя они вот эти взаимодействия обеспечивали в общем много чего было интересного автоматом сгенерировано и мы попробуем воспроизвести это уже на новых технологиях по системе мы на Пайтоне писали с устроенным языком пролог здесь мы используем LockTock вот еще интересная схема это разновидности элементов управления виджетов в некоторой графической библиотеке вот у нас есть сущность некоторое окно оно является частным случаем фрейма ну что-то ограниченное рамкой да вот это кстати комментарий некоторый в нем тут что-то можно ассоциировать есть отношение у окна с ивентом событием некоторым окна есть строго всегда дровень контекст я бы вот ромбик вот такой поставил даже если он всего один то в принципе намек на то что без него он не работает внутри окна можно реализовать всякие разные контуры то есть кружочки прямоугольники многоугольники кружки в данном случае кружок почему состоит из точек но я думал может быть их можно было сюда поставить вот еще один пример также можно задавать экземпляры какие-то например мы при помощи какого-то централизованного экземпляра получаем доступ к базе данных то есть соединение например его можно обозначить ну как вот в современных системах компонентного программирования типа Delphi там Visual Studio для C Sharp то есть можно создать экземпляр некоторого класса и его сконфигурировать то есть назначить ему значения для полей каких-то ну например радиус там центр автоматом то есть вот такая email диаграмма в принципе способна практически полностью ну правда на довольно абстрактном уровне заменить эту компонентную систему в общем ну сегодня наверное ограничимся процессом так скажем обработки вот этого XMI файла ну для этого нам нужно нарисовать какую-нибудь диаграмму вот возможные варианты откуда можно взять эти XMI сфебу mail давно кстати я не смотрел вот в модели у них есть самое интересное у них есть концепция связанная уже с Model Driven Architecture другое дело что я немножко позабыл как им пользоваться давайте сначала диаграмму нарисую вот диаграмма ну пусть там будут очень типичная задача студенты находятся в группе у студентов есть предметы которые они изучают студенты получают оценки ну посещаемость давайте не будем там обозначать оценки пусть ну оценки в виде ведомости то есть реализуем информационную систему оценки студентов ну или просто ведомости запустил модель здесь есть create project и тут надо имя задать в ведомости запустился он у меня из командной строки только я видать его не стал ставить прямо в окружение рабочего стола такая экспериментальная версия можно по-русски по-русски например не будем писать не будем писать студент посмотрел как называется экзаменационные ведомости экзаменационные экзаменейшн щит а по-русски ну вот экзаменейшн щит create project значит где-то он куда-то там запишется с этим потом будем разбираться вот и смотрим что у нас тут есть значит модель как я говорил у него есть свои концепции того как идет разработка или вообще формирование вот этой вот визуальной модели email значит у него во-первых есть описание стандартных типов данных например элементом integer label между ними есть определенные взаимодействия тоже есть типы данных примитивные то есть byte и так далее ну что-то там еще есть короче говоря есть некоторый набор стандартных типов вот это первое второе модель в email представляется именно с точки зрения этого XMI файла то есть визуальное представление вторичное важно вот эти вот наборы элементов вот есть компоненты локальный модуль local profile вот local profile как раз вот такой элемент модели в которой можно ну я так предполагаю включать конфигурации вот этих вот механизмов то есть конфигурации платформы используемой для реализации платформ специфик модели вот это local profile понятно что эта конфигурация выстраивается при помощи вот этих же элементов email вот и есть конкретно уже модель нашей информационной системы вот здесь сейчас немножко вспомню да вот здесь можно создать диаграмму например диаграмму классов и в этой диаграмме уже то есть при помощи этой диаграммы в наш грубо говоря там пакет да джаловский будем добавлять элементы например класс у нас будет здесь персон у нас есть преподаватели и студенты вот у них у обоих есть фамилия имя, отчество там адрес проживания и тому подобное мы можем смело так скажем его использовать так вот это его атрибуты то есть он просто у нас является абстрактным классом мы не можем от него порождать экземпляры что значит примитив ну это либо значит надо искать в стандарте e-mail 2425 модель по-моему 24 активный можно наследовать корневой класс ну это не обязательно мы кстати действительно можем создать какой-то корневой класс общий для всех классов и там какие-то общие свойства задавать вот main класс не знаю в общем но это мы можем потом каким-то образом интерпретировать ну и тут можно написать даже при помощи html о нем информацию вот close значит как добавить сюда атрибуты значит атрибуты по-моему добавляются вот здесь кстати можно компонентный архитект реализовать да то есть вместо person как класс сделать его интерфейсом да вот атрибут вот мы в нем раз сюда и добавили атрибут интересно можно увеличить да можно увеличить мышкой shift и колесико центральной кнопкой можно перемещать здесь атрибут то же самое видите в меню куда получается мы хотим имя добавить строка публичный visibility да тут их 4 вида visibility бывает интересно вот public protected private undefined package еще visibility еще к атрибуту можно вообще добавлять понятие вычислимый ну типа property какой-то хитрый multiplicity я обычно в атрибутах multiplicity не указываю ну то есть у нас либо это строка да либо набор символ первоначальное значение можно задать access type интересно read write read write ну тут это вопрос смотря как посмотреть ну read write пускай будет type constant ну тоже абстрактный атрибут класса ну это static да например вот drive действительно то есть вычисляемого ну или нет ну например фамилия имя отчества да то есть name это может быть совокупность фамилия имя отчества эти фамилии имя отчества можно отдельно хранить а потом вычислить но мы тут не будем усложнять order это уникальный и target из класс я даже не знаю что такое так название еще не добавили тут соответственно зависит от языка программирования то есть обычно если брать например c-sharp то там все с большой буквой написано обычно указывается в питоне в java с маленькой с маленькой буквы кемпл кейс будем использовать name of person не совсем правильно и так понятно что он of person ну и таким образом добавляем сюда адрес сейчас я класс доделаю время у вас не занимать ну вот я адрес добавил теперь давайте добавим сюда пациента какого пациента студента ну и так же его сейчас создам номер зачетки должен быть ассоциация с группой студентов он уже не является абстрактным вот можно от него наследовать ну и так далее значит эти ассоциации здесь значит выбираем ассоциацию берем начальный класс и конечный то есть студент у нас вариант персона кстати видите когда абстрактный персона делали у нас теперь такой италиком помеченный и так далее так вот я добавил учителя инструктор вот от него можно наследовать профессор вот он который лекции читает либо тютер который лабораторной работы ведет а это сделать абстрактным но мы не будем здесь попроще что-нибудь сделаем нам нужно концепцию показать класс предмет по идее предмета есть имя и вот мне тут же захотелось сделать еще один абстрактный класс над персоном и над предметом у которого есть имя что собственно я сейчас и сделаю назовем его named класс вот я создал named entity перемещаю сюда делаю его абстрактным ну и наследование формирую можно кстати сделать например между между entity и person agent в agent еще адрес есть это конечно можно моделированием заниматься бесконечно вот у нас сапчет named entity и еще нам нужно что собственно оценки сделать то есть ведомость это совокупность оценок то есть это отношение между субъектом и студентом да и инструктором кстати тоже так а как у нас в диаграмме классов трехаргументные отношения реализуется довольно интересный вопрос нашел энерная ассоциация так интересно как так 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 отлично у нас есть энерная ассоциация и у нее должно быть еще дополнительные данные сейчас тоже приберусь порядок наведу в общем порядок не наводится сложновато с этим тебе нужно придумать как сюда добавить еще атрибутов попробуем если что-то не получается можно добавить темплейт при помощи вспомогательных конструкций ну например можно взять класс создать новый написать его там examination record и ассоциировать специальным видом ассоциации имеет отношение к этому не получается а вот кстати нашел вот она штук так как поставить сейчас разобрался ставим класс examination или просто examination и он теперь ассоциируем нашу ассоциацию с классом как это реализовано в модели нам даже не важно важно то что мы это можем потом как-то как нам нужно проинтерпретировать писем так чтобы она более-менее на экран влазила потом касту наведем так нам надо сделать чтобы студент был еще в группе получается тут не очень неудобно сейчас маленько пододвину подальше чтобы еще один класс вошел что-то не получается можно клавиатуры двигать просто мышка что-то как-то подглюковывает ну и создаем группу студентов она правда тут не в тему конечно хотя почему можем брать через группу набор строк в нашей таблице ведомостей то есть по каждому студенту из группы а также у нас группа студентов является вариантом поименованной сущности ну вот что-то у меня получилось теперь нужно сделать ассоциацию студента и группы ну это типа как ER-диаграмма да вот мы еще кстати не расставляли тут эти множественности то есть студент может находиться в одной группе минимальная значит групп только в одной группе хотя может быть какие-то группы самоформирующиеся есть например по факультативному принципу студентов студентов в группе может быть много только один кстати причем как минимум один студент получается тоже надо обозначить начать ну и так далее сейчас я обозрительное тут наставлю ассоциации один преподаватель хотя бывает ведомости где несколько преподавателей получается один или много преподавателей как минимум один студент и для одной группы только создается ведомость но в данном случае ну да один клоус то есть одна группа студентов в ней так это вообще по идее вот этого части не обязательно правильно ведь потому что мы можем отношения тот факт что студенты учат предмет узнать их отношения между группой и субъектом кстати да тоже не хватает вот здесь либо сделать вот эту часть косвенной так группа студентов изучает предмет сабчик один и тот же предмет могут изучать разные студенты разная группа студентов и ни одного в том числе то есть он может висеть на какой-то факультативный курс или курс по выбору который не выбрал никто вот но если есть группа она хотя бы один да изучает предмет иначе смысл в обучении не понять экзамен проводится кстати определенное время да и нам нужно причем у всех записей одна и та же дата стоит то есть нам не нужно в экзаменейшн вставлять дату то есть повторять для каждой записи хотя да по-моему все правильно у нас же нет отдельного понятия ведомость у нас ведомость это совокупность экзаменов поэтому да действительно сюда мы добавляем атрибут который дата и оценка да date и я потом тип данных вставлю и оценка там ноут по-моему оценка некоторое число это получается date ну вот у группы можно добавить код группы ну строка на самом деле что там evm например обозначается в политехи иркутском глупые subject ну subject мы не трогаем у него имя да по идее там много чего можно написать то есть период изучения когда там а да важный момент здесь это экзамен у него не экзамен то есть вид отчетности а его кстати можно реализовать при помощи enum где у нас тут есть enum сейчас найдем вот у нас enumeration вниз его толкнем enumeration то есть экзамен там экзамен также добавлять атрибуты вот варианты то есть экзамен кредит это зачет integrated credit и тест разные варианты тут кстати можно значение поставить скажем 1 скажем 1 это экзамен это экзамен ну еще добавим новым мало ли без экзамена факультативный курс например посадка цветов и зададим значение 0 ну вот у нас есть экзамен еще нам их нужно ассоциировать напрямую так и получается у одного субъекта может быть только один тип экзаменов строго по идее это часть субъекта то есть просто поле какое-то со значением одним из этих между субъектами можно в принципе отношения установить зависимости то есть изучение одного предмета зависит от того был бы изучен какой-то другой предмет ну не знаю надо нам это сейчас или нет в общем у нас получилась конструкция а вот тут еще забыл у студента зачетку и так далее инструктор в принципе тоже он должен иметь ассоциацию с предметами которые он преподает по идее надо сюда перетащить куда-нибудь ну сделаем такую ассоциацию причем не все ассоциации можно и обязательно на диаграмме классов показывать но тем не менее можно запчет это кстати недостаток диаграммы потому что если ее довольно точно показывать то она может быть очень большая сильно забитой информацией так несколько преподавателей могут один предмет преподавать иначе тогда у нас не бьет в диаграмме возможность нескольким преподавателям оценки выставлять так может быть предмет который никто не преподает но никто не выбрал да соответственно ассоциация получается следующего вида человек странный как-то то есть не может быть преподавателя который бы не преподавал ничего то есть это вот здесь надо единицы поставить в сторону subject один или более можно в принципе подумать над этими ромбами еще то есть например группа состоит из студентов да ромбы настраивать целых здесь в частности нет не настраиваются в с это есть некоторые изменения то есть заменил стрелку на композицию сейчас добавлю оставшиеся атрибутов от из спе со с с Добавил номер зачетки, уникальный, да, он добавил у студента номер зачетки, у инструктора уровень образования, да, еще персону можно паспорт добавить, добавил класс паспорт один к одному отношения, один экземпляр паспорта один экземпляр персон, ну и поля ему естественно надо добавить, сюда конечно может добавить иеном тип паспорта, там загран или еще какой-то, ну то есть видите, можно бесконечно улучшать вашу предметную область, но наверно на этом можно остановиться, если какие-то замечания будут пишите, мы модель добавим, в этом кстати прелесть моду архитектуры Android, то есть мы можем в процессе синтеза программы обновить ее. ну правда, опять же возникает фундаментальная проблема приведения структуры базы данных, где уже конкретные объекты у вас хранятся, да, кстати, такой маленький нюанс, значит какие объекты у нас хранятся в базе данных, вот надо пометить каким-нибудь образом, придумать, например, хранится все, что касается Named Entity и паспорт, то есть все, что унаследовано от Named Entity и паспорт, иеном он не хранится, потому что это виртуальная у нас ассоциация, поэтому мы можем здесь сделать следующее, добавить стереотип, но стереотип у нас нужно сначала создать стереотип, какой-то специфический дизайн паттерн, сейчас, стереотип нужен для того, чтобы ассоциировать какую-то дополнительную информацию с, ну в данном случае, с классом или ассоциацией, или с атрибутом, например, некоторые классы бывают интерфейсами, то есть у них нету реализации методов, а просто декларации, стереотипы можно создавать свои, вот, для этого нужно их в модель добавить, да, вот идем в наш create-стереотип name, так, название, в общем, мы будем, там, ORM, например, использовать, да, какой-то, ну так и напишем, ORM, нужно вот тут вот, select элементов, спосипов, проблема, что нам нужно здесь иконки задавать этим стереотипам, пока мы их не зададим, а, мета-класс, мета-класс, по идее, мета-класс должен быть что-то вроде storage-класс, да, и способ хранения, да, там, похоже, ничего нету подходящего, да, внезапно вспомнил, что мета-класс, это counter-space, то есть мета-классом понимается экземпляр, из которого строятся диаграммы, ну, то есть ассоциация, класс, там, и тому подобные вещи, ну, и тут всякие элементы диаграмм, сейчас найдем что-нибудь подходящее, ну, я взял в качестве протокласса принцип, так, мы вам все равно не даем, да, без иконок, раньше давал, кстати, сейчас пошаримся, странно, ничего не выделил, он дает возможность создать, ну, в общем, вот мы этот уровень создали, вот, и тебе надо его назначить сюда, вот, наконец-то он у меня вылез, да, для того, чтобы он у меня там показался, мне нужно было вот стандарт классификатор написать, классификатор, кстати, вот это правильно теперь, так, сохранился, сохранился, так, странно, почему, а, это local mode, откуда он взялся, понятно, и то же самое, паспортом, да, получается, добавить стереотип, уровень, плюс, так, и тут опять возникает такая проблема, да, то есть, каким образом мы этот уровень реализуем, в частности, в каждом объекте, хранящемся на пазе данных, у нас должен быть ключевое поле, ID, которое мы его можем автоматом вставлять, имея в виду, что у нас есть некоторый код, который определенным образом интерпретирует, с одной стороны, с другой стороны, мы можем, в принципе, это в этой диаграмме задать, вот, то есть, можно сделать еще один класс, то, что этих классов много, на самом деле, не так страшно, потому что мы будем реализовывать отношения между ними, ORM object, объект ORM, давайте мы просто его наследуем, это, кстати, упростит даже нашу диаграмму потом, так, и этот тоже будет наследовать, в этом грамм-object мы можем как раз создать атрибут, который называется UID, например, объектный идентификатор, ну, по идее, это строка, хотя на самом деле нет, объектный идентификатор, вот теперь здесь можно убрать ORM, и здесь можно убрать ORM, а добавить его сюда, можно вставить этот ORM в каждом отдельном классе, то есть, как вы дизайн придумаете, вот, мне бы было лень это делать, поэтому, скажем так, если класс наследует вот ORM object, то тогда он является объектом ORM, а у нас, по идее, и так и получается, один examination у нас не хранится, вот, ну, можно придумать другую ассоциацию, хранить на меру графе знаний всю информацию, вот, в этом как раз и удобство, моду он применяет architecture. Так, ну ладно, значит, мы вот диаграмму сделали, наверное, я сейчас открою XMI и на этом, наверное, мы закончим. Так, файл сохранить, и вот здесь, то есть, по идее, модели он в XMI формате хранит. Итак, вот, экспорт, интересно, а где у него представление в XMI-то? есть просто отдельная, как бы, операция над экспорт BPM. Так, а куда он сохранил? Так, файл, что-нибудь поменять тут? Незаметно. Я в настройках это и есть. Надо сделать, что RM-то у нас абстрактный класс. Это довольно странно смотрится. От конкретного класса на следование абстрактного класса. А, ну вот, я нашел его в модели Workspace. Eximulation sheet. Сейчас найдем, где наш модель наш. Главное сейчас поищу. Посмотрим, есть там XMI или нет. Ну вот, я нашел файлы, и тут оказывается, в этой версии все сущности разделены по классам сущностей, по мета-сущностям. Диограмма классов отдельно, вот, есть тут. На языке, на XML, который немножко другой. Как-то найти стандарт, association, что-то ниже тут. Диограмма последовательности. Стоит, не помещаем. Сейчас найдем способ в XMI преобразовать. В настройках поменял на Umel241. Что изменится. Попробуем сейчас что-нибудь поменять. Сохранить. Ничего не поменялось. Ищем дальше. Нашел, оказывается. Надо брать пакет. И вот здесь вот экспорт XMI. И экспортируем. Аналогично вот эти тоже надо. экспортировать. Что-то с ошибками не экспортируется. Ну, это на самом деле не супер важно. Можно и так, в принципе, где-то задать типы данных эти. Ну, это нам, в принципе, не нужно, этот анализатор. Рекламент контейнер. Риск контейнер. Риск контейнер. Тест контейнер. Риск контейнер. Можно, в принципе, взять вот и не XMI и все анализировать, а... мы там... А, вот нам local profile пробовать еще экспортировать. экспорт. О, тут в порядке все. То есть нам нужен local profile. У него можно... Да, вот наш RM, этот самый здесь хранится. Включи, вот здесь можно настройки части модели преобразования из платформы независимой модели в платформа зависимую. Собственно, да. В RM это одна из таких настроек. Внутри стереотипа, кстати, вот в одной из версий можно было задавать теговые значения. Вот что-то я тут не вижу, как они задаются. Ну, то есть, когда вы включаете его в класс, вам уже нужно обязательно сформулировать дополнительные значения, то есть дополнительный атрибут с автоматом добавляется. Ну, вот что-то не вижу в этой версии. Ну, пока можно без нее обойтись. Так, ну и смотрим XMI файл. Вот наши XMI файлы. Local profile. E-mail. Вот наш файлик. Ну, видите, отношение Generalization. То есть, название от чего. AlnitEntrebut. . Ну и, в общем, набор вот таких вот высказываний, что ли. В стиле семантического веб. Только тут они не трехаргументные, а n-аргументные. Вот я нашел класс. Класс инструктор, как элемент пакета. Да, да. Вот тип ML-класс. Его идентификатор. Имя. Дальше он обобщается. Точнее, его обобщает вот такой класс. на который. Вот у него есть свойства. Инструктор преподает предмет. Хотя это атрибут, он у нас связан с ассоциацией. Почему он сюда добавил? Тоже странно. Ну, разберемся. Вот. Есть свойства Education. То есть, его уровень образования там. Вот. С этим закончили. Следующий класс. Элемент это ассоциация. Вот у него тут есть, да, два элемента. Member and это между чем и чем. Вот идентификатор конкретно. Ну, в общем, примерно понятно, да, тут свойства этой ассоциации. Можно поименовать один из концов там. Не видно, да, по-моему, где-то там дальше. Вот. Такую конструкцию будем анализировать и строить. В данном случае ORM там. Для SQL-химии питоновской. Вот она уже на следующей лекции. Анна, спасибо за внимание. До следующей лекции.